Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мастер спорта». С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Вернулись на первую строчку. Баскетболисты Самары после трех побед подряд снова лидируют в Суперлиге. Завершают сезон на победной ноте. Хоккеисты ЦСКА ВС выиграли две домашние игры подряд. Урок от олимпийского призера. Юным дзюдоистам о своих секретах рассказал заслуженный мастер спорта Иван Нефонтов. Баскетболисты Самары вновь царствуют в Суперлиге. На первое место в турнирной таблице они вернулись после серии с трех побед подряд. На выезде были обыграны купол Родники и МБА. А на домашнем паркете самарцы одолели Химки Подмосковье. Но серии побед предшествовало домашнее поражение от ЦСКА-2. Как оно повлияло на команду, расскажем в следующем сюжете. Для баскетболистов Самары матч против ЦСКА-2 не должен был стать проблемным. Волжане одни из лидеров Суперлиги, а вот столичные гости располагаются в таблице чуть ниже середины. Начало матча тоже подтвердило эти ожидания. Однако затем самарцы почти шесть минут не могли набрать очков. Благодаря чему на первый перерыв в качестве лидера ушли армейцы. Я считаю, мы плохо сыграли в защите один в один. В ключевые моменты нам забили. Ну и в нападении, конечно, у нас как-то не клеилось. Не выполнили установку. И открытые несколько бросков таких, которые надо было забивать, мы промазали. Во второй четверти хозяева сделали рывок 13-0. Далее набранные темпы игроки Самары не сбавляли. Контролировали ход встречи и четвертую четверть начинали с преимуществом в 14 очков. Однако в ней волжане больше семи минут ни разу не поразили кольцо соперников. А вот армейцы набирали очки стабильно. Это привело к тому, что ЦСКА за 10 секунд до конца вели плюс два. Спастись самарцы смогли лишь благодаря чуду броску Дыбовского на последней секунде. В дополнительное время улучшить реализацию бросков у Самары не получилось. И москвичи создали себе задел в 7-8 очков. И в этот раз победу уже не упустили. Команда была сильнее, команда была агрессивнее, настрой и все такое. Мы проиграли по делу. Мы проиграли во всех опциях. Мы проиграли большими, так нельзя играть. Итог 65-74. Первое домашнее поражение Самары в этом чемпионате. После неудачного матча с ЦСКА-2 игроки Самары хотели реабилитироваться перед своими болельщиками матчем против Химки Подмосковья. Но начало встречи осталось за гостями. Они успешно реализовывали дальние атаки. А волжане никак не могли найти свой ритм в нападении. 12-22 к первому перерыву. Неуверенно начинаем в нападении. И тем самым даем сопернику шанс поверить в себя. Они начинают играть. И за первую четверть забивает нам 6 трехочковых. Но во второй четверти самарцы набрали ход. И соперники уже ничего не могли с этим поделать. Хозяева забивали на любой вкус. К концу первой половины преимущество Самары выросло до 11 очков. В дальнейшем разница только увеличивалась. А у гостей так и не нашлось ресурсов для достойного ответа. Волжане довели дело до уверенной победы. 80-67. Юношеский задор вначале сыграл свою прекрасную с нами ситуацию. А потом в легкой степени дали нам понять, что опыт – это мастерство, которое его не растратишь. И в третьей четверти чисто не хватило ротации, чисто не хватило игроков, которые способны были продолжать биться. Также команда успела провести еще две выездные встречи. Сначала в Ижевске волжане переиграли купол «Родники». Встреча получилась очень напряженной. По ходу матча Самара и вела плюс 15 и уступала минус 7. Но в концовке все же вырвала победу – 83-80. Обыграли волжане и команду МБА в Москве. Хозяева ввели в счете в начале второй четверти, но после Самара взяла матч под свой контроль. Победа – 86-64. Команда теперь возглавляет таблицу Суперлиги. Хоккеисты ЦСКА ОВС по итогам регулярного чемпионата не смогли попасть в число 16 лучших команд ВХЛ и не пробились в плей-офф. Но, тем не менее, в завершающей домашней серии игр сезона порадовали своих болельщиков, которые вернулись на трибуны после коронавирусных ограничений двумя победами подряд. Подробнее в следующем материале. Шумная поддержка фанатов – то, чего порой не хватает командам, чтобы равную игру склонить в свою пользу. В Самаре на хоккей болельщики смогли вернуться лишь на две последние домашние серии игр. В плей-оффцы из КВС не вышли, а значит у команды остались заключительные матчи сезона. Фанаты специально к этим играм подготовили баннер, в котором выражают свой осторожный оптимизм по поводу будущего клуба. Мы возлагаем на это надежды, но для того, чтобы это произошло, нужно прежде всего своевременное финансирование. И это финансирование, оно должно быть хотя бы на одну треть больше, чем сейчас. Порадовать домашние трибуны летчикам удалось не сразу. Гости из Тамбова первыми открыли счет в матче. Начинать с пропущенной шайбы для самарцев дело привычное, а потому команда не опустила руки, а активно атаковала. Это вылилось большое количество нарушений у гостей. Численным преимуществом на площадке ЦСКА ВС пользовались уверенно. В начале второго периода счет стал 3-1. Ну, как обычно, начали с 0-1. Тут уже даже, наверное, и комментировать это не стоит. Тем не менее, потом сработало большинство, три шайбы забросили. Дальше надо было, естественно, доводить игру спокойно до победы, но не можем мы. Однако, сохранить это преимущество не удалось. Гости вернулись в игру и ближе к концу третьего периода сравняли счет. 4-4. Но самарцы смогли вновь выйти вперед за две минуты до конца. Тамбовчане заменили воротаря на шестого полевого, чтобы перевести встречу в овертайм. Но хозяева отбились и смогли поразить пустые ворота. 6-4. Победа ЦСКА ОВС. А перед игрой с Тамбовым хоккеисты ЦСКА ОВС провели еще один матч против Воронежского Бурана. Самарцы к седьмой минуте первого периода горели 0-2, но после такого удара хозяева оправились и переломили ход встречи. К середине первого периода счет был уже равным. Сначала Булат Набиуллин здорово сыграл на добивании, а вскоре Игорь Игнатушкин броском в ближний угол застал врасплох голкипера гостей 2-2. Затем пошла равная игра со взаимными шансами, но моменты хозяев были поострее. Однако превратить эти моменты в заброшенные шайбы так никому и не удалось. В итоге пришлось играть дополнительное время. Летчики в этом сезоне не раз страдали от буллитов, поэтому очень не хотели доводить дело до послематчевых бросков. И в овертайме победу ЦСКА ОВС принес гол Романа Дубинина 3-2. Буллиты, к сожалению, в последнее время для нас это хелесовая пята такая своеобразная. Поэтому я не скажу, что мы там сильно рисковали, но такое задание было, что да, нужно обострять, нужно идти туда на ворота, взаимодействовать. Единственное, что надо, как говорится, было надежно играть. Завершат регулярный сезон чемпионата ВХЛ ЦСКА ОВС тоже дома. В среду, 17 февраля, в гости к летчикам приедет хоккейный клуб Ростов, которому самарская команда может помешать попасть в плей-офф. В Самаре прошел мастер-класс для юных спортсменов от бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне Ивана Нефонтова. Заслуженный мастер спорта России обучал ребят некоторым хитрым приемом. Встреча состоялась перед стартом новой юношеской лиги. Подробнее в следующем сюжете. Правой рукой я раскрывал и подворачивался именно под свою руку. Не пропустил. Не сюда подворачивался, а вот именно под свою руку. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, чемпион мира и Европы Иван Нефонтов показывает один из приемов, благодаря которому он и завоевывал свои титулы. Все детали и фишки неожиданного для соперника броска смогли увидеть участники нового поволжского дивизиона детской лиги дзюдо «Триумф Энерджи». Сам мастер спорта рассказывает, что такие уроки с детьми ему всегда в радость. Философия дзюдо нас учит именно делиться опытом. Один из направлений детской лиги дзюдо «Триумф Энерджи» – это объединить наших выдающихся спортсменов, чтобы они передавали опыт. Это одна из изюминок. Особенностью детской лиги являются не только встречи с чемпионами. Отличается и сам формат соревнований. Это командные мини-турниры, где дзюдоисты проведут определенное количество схваток за один этап, вне зависимости от результатов. Это поможет юным спортсменам набрать бесценный опыт состязаний. В Поволжском дивизионе борются 10 команд юношей до 15 лет. Впереди у ребят несколько этапов круговой системы и раунд плывов, по результатам которого определяются участники финала, который пройдет в Крыму. В Самаре прошел массовый забег «Лыжня России-2021». Профессионалы сражались на дистанциях 5 и 10 километров. Те, кто просто любит активный зимний отдых, смогли выйти на двухкилометровую трассу. Всего на старт вышли более 7 тысяч спортсменов. Подробнее – далее. Сейчас российские спортсмены не могут на чемпионатах мира услышать гимн после финиша. А вот Елена Никитина первой завершила забег на 5 километров среди женщин-ветеранов как раз во время церемонии открытия «Лыжни России». А потому ее финиш получился торжественным. Елена, молодец! Мастер спорта международного класса раньше выигрывала первенство России, участвовала на этапах Кубка мира. Сейчас спортивное прошлое не отпускает, старается поддерживать форму, которая помогла быстрее всех преодолеть дистанцию. Это просто сказывается прошлое спортивное, действительно хорошее спортивное прошлое, которое дает тебе возможность еще долго этим пользоваться. Немножко тяжеловато для меня, потому что в этом году мало каталось, но готовит трассу очень хорошо. Быстрейших на 5-километровой дистанции определяли еще юноши и девушки в категориях до 15 лет и до 18 лет. А вот мужчины и женщины старше 18, а также категория мужчины-ветераны, свои силы показывали на 10 километрах. Те, кто на лыжах катается просто ради удовольствия, смогли выйти на массовый забег с символической длиной – 2021 метр. Зимних событий, на самом деле, к сожалению, не так уж и очень много. И каждый из них яркий праздник. У нас есть Соколий город, у нас есть, конечно, желающая лыжня России. И замечательный праздник, огромное количество людей, которые увлекаются этим видом спорта. Поэтому хорошие настрои, хорошие показатели, хорошие результаты. Всего в спортивном празднике приняли участие более 7 тысяч человек. В этом году из-за санитарно-эпидемиологической ситуации лыжня России прошла без концертно-развлекательной программы и детского забега. Кроме того, в здании лыжной базы действовали масочный режим и ограничения по количеству посетителей. Массовый забег разделили на несколько групп по 50 человек, чтобы избежать толпы в стартовом городке. Но все это не помешало самарским лыжникам получить удовольствие от соревнований. В Самаре прошел 19-й кубок губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина по Волжье». На паркете МТЛ-арены сошлись лучшие танцевальные пары страны. Своё мастерство спортсмены показывали в различных возрастных категориях и дисциплинах. В жаркую атмосферу Латинской Америки посреди русской зимы окунулась наша съемочная группа. Танцевальная пара Полина Петрягина и Дмитрий Савушкин на танцполе сразу заметны. И дело не только в белоснежной рубашке партнера, которая отличается от черных одежд соперников. Спортсмены вместе танцуют более двух лет, а потому работают как единый механизм. Недавно стали заниматься с другим тренером. К турниру в Самаре подготовили новую программу. По правилам соревнований пары на паркет выходят группами и показывают свои танцевальные программы под одну мелодию. Каждая группа выступает четыре раза, чтобы продемонстрировать свои навыки в разных танцах. На основе всех выступлений судьи принимают решение, кто продолжит борьбу за медали, а кто выбывает из борьбы. Когда на танцполе одновременно 15 пар, обычному зрителю тяжело отличить, кто из спортсменов выступает лучше. Но судьи имеют четкие критерии, как оценивать спортсменов. Есть критерии судейства. В первую очередь это, конечно же, музыкальность. И дальше идет уже механика, техника. То есть, конечно, иногда не все зрители, те, кто не углубленно, так скажем, погружен в этот вид спорта, могут понять критерии оценки. Но это синхронность, работа ног, презентация. Кубок губернатора Самарской области «Жемчужина Поволжья» – одно из престижных соревнований в календаре российского танцевального спорта. В рамках турнира разыгрываются также чемпионаты первенства ПФО. А потому в Самару приезжают самые лучшие пары со всей страны. Это одно из самых массовых мероприятий. Оно у нас исторически сложившееся, проводится уже в очередной раз и стало традиционным для региона визитная карточка нашего субъекта. Я много раз говорила о том, что статус кубка губернатора, да, это мероприятие получило одно из первых. Участие в «Жемчужине Поволжье» приняли около 450 пар со всей страны. Спортсмены соревновались в нескольких возрастных категориях и программах. Победители чемпионата и первенства ПФО получат право выступать на всероссийских турнирах. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин